Господи Божий мой, на тяну повад, спаси мя от всех гонящих мя, избави мя. Мир вам, дорогие братья и сестры! Сегодня в Прощенное Воскресенье за богослужением читается Евангелие от Матфея, глава 6, стихи с 14 по 21. Послушаем это евангельское зачало в прочтении Иродьякона Отца Александра. Рече Господь, аще отпущается человеком согрешение их, отпустит и вам Отец ваш Небесный. Аще ли не отпущается человеком согрешение их, ни Отец ваш отпустит вам согрешение ваших. Игда же постетесь, и не будете, якоже, лицемерие сетующе, помрачают бы лица своя, якода явятся человеком постящися. Аминь, глаголю вам, як восприемлют мзду свою. Ты же постяся, помажа голову твою и лице твое умы, якода не явишася человеком постяся, но Отцу твоему иже в тайне. И Отец твой, видяй в тайне, воздаст тебе яви. Не скрывайте себе сокровищ на земли, и где же червь и тлят лит, и где же татья подкопывают и крадут. Скрывайте же себе сокровища на небеси, и где же ни червь, ни тлят лит, и где же татья не подкопывают, ни крадут. И где же, бо есть сокровище ваше, то будет и сердце ваше. Прочитаем вместе этот текст в русском синодальном переводе. «Сказал Господь, если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших. Также, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимися. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. А ты, когда постишься, помашь голову твою и умой лицо твое, чтобы явиться постящимся не пред людьми, но пред Отцом твоим, который в тайне. И Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Не собирайте себе сокровищ на земле, где моли и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут. Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут. Ибо где сокровища ваше, там будет и сердце ваше. Царство Божие есть царство мира и смирения, царство единодушия и любви. Вот почему Спаситель, преподав образец молитвы, еще раз настойчиво указывает, что прощение наших грехов зависит от нас самих, что суд Божий над нами в нашей же власти. Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших. Святой праведный Иоанн Кронштадтский пишет, «Спасение твое в твоих руках, в твоей власти, человек. Будешь прощать другим обиды, погрешности, и тебе прощены будут твои грехи. И ты со своими частыми прошениями у Бога не отойдешь никогда от Него бедным, и будешь сподобляться от Него великих и богатых милостей. Ты простишь немногие грехи ближнему сравнительно с твоими грехами перед Богом, а тебе Бог простит бесчисленные прегрешения». Научая нас нелицемерному посту, Христос заповедал, «Когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимися». Какими бы высокими не были иудейские идеалы о посте, их осуществление на практике было совсем иным. Во времена Христа особенно фарисеи постелись демонстративно, посыпали голову пеплом, отпускали щетину, не расчесывали длинные и спутанные волосы. Но Господь говорит, что все это лишь лицедейство. То, что совершается втайне между Богом и человеком, не нужно выставлять на всеобщее обозрение. Итак, во время поста следует приводить себя в порядок, как обычно, в том числе используя благовония, но при этом обращать свой взор к Богу, который все видит. Борис Ильич Гладков пишет, «Фарисеи того времени особенно старались казаться постящимися. Евреи имели обыкновение часто совершать омовение тела и мазать голову маслом. Это необходимо было в жарком климате Палестины. Фарисеи же в дни поста не умывались, не чесали волосы и не мазали их маслом, надевали старые одежды и посыпали голову пеплом. Так поступали они для того, чтобы необычным внешним видом своим обратить на себя внимание людей и обмануть их. А они не столько постились, сколько казались постящимися. Обманутый ими народ хвалил их за такое мнимое благочестие, и они этим вполне удовлетворялись, так как только для этого и лицемерили». Своих учеников Спаситель призывает к иному поститься не с унылыми, а добрыми лицами, чтобы не возникало ни у кого желания сказать постящемуся, «Если в твоем сердце живет Христос, скажи об этом своему лицу». Именно поэтому Христос говорит, «А ты, когда постишься, помажь голову твою и умой лицо твое». Византийский богослов в XII веке Ефимий Зигабен поясняет, так как у древних было знаком радости помазать голову маслом и водой умыть лицо, то он убеждает выражать свое довольство во время поста знаком радости, чтобы и от людей скрыться и облегчить тяжесть поста радостью. «Где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». Этими словами Господь заканчивает рассуждение о различии между двумя видами богатств – земными и небесными. Не стоит думать, что Господь хочет сказать «Не беспокойтесь о земной жизни, родите только о жизни вечной». Как позже напишет апостол Павел к фессалоникийцам, «Если кто не хочет трудиться, тот и не ешь». Уповая на милость Божию, мы должны сами трудиться для того, чтобы обеспечивать себя необходимым, но при этом не определять собирание материальных ценностей как приоритет своей жизни. Истинные сокровища христианина – там, где Господь, а Он – на небесах, а значит, что и сокровища наши должны быть там же. Итак, дорогие братья и сестры, приложим к сердцу учение нашего Спасителя, предложенное нам в сегодняшнем евангельском чтении, касательно прощения обид, богоугодного поста и отрешения сердца нашего от земных сокровищ и приобщения его к благам небесным, чтобы с чистым сердцем, идя по пути Великого Поста, с молитвой и покаянием, приготовиться ко встрече праздника Светлого Христового Воскресения. Помогай нам в этом, Господь! Господи, Божий мой, на тебя уповад, спаси мя от всех гонящих мя, избави мя. Субтитры создавал DimaTorzok